Об интересной судьбе храма, находящегося неподалеку от поселка Стыга, русский север уже рассказывал летом. Построена в середине XVIII века, эта церковь – одно из красивейших зданий в юзинском поселении. Это место интересно как для православных, так и для любителей старины. Сейчас оно находится в плачевном состоянии. Священник Андрей Игнатьев и местные жители стараются спасти святого места от дальнейшего разрушения. В этом нелегком труде им помогают меценаты из Великого Устюга и других городов. Было собрано, я сейчас до копейки на память не скажу, но более 300 тысяч в течение месяца, даже меньше. В течение двух недель мы собрали 200 с лишним тысяч. Это было конец августа, начало сентября. Один из местных наших предпринимателей увидел и решил нам помочь. Приехал, посмотрел, действительно ли храм восстанавливается, посмотрел, что архитектура очень интересная. И в этот же день нам привел тоже такую немалую сумму 50 тысяч. Все эти деньги потрачены на работы по консервации храма. Согласно рекомендации архитектора, для этого в первую очередь следует уберечь здание от воздействия непогоды. Для чего было принято решение обустроить временную крышу, строительством которой занимается сейчас бригада рабочих. Это поможет просушить внутренние помещения храма, а также купол, изберечь кирпичную кладку. Просушить, а потом еще и провести реставрацию, укрепить. Поэтому у нас крыша временная, специально вы видите, она немножко сделана повыше, чем обычно делают крышу на храме. Для того, чтобы потом смогли у нас уже архитекторы, реставраторы там поработать. Несмотря на то, что церковь на данный момент не имеет никакого охранного статуса, священник Андрей Игнатьев старается все строительные работы проводить, советуясь со специалистами. Для того, чтобы сохранить древние здания для дальнейшего восстановления, верующие планируют разобрать бетонные полы, способствующие повышению влажности и разрушению уникальных фресок во внутренних помещениях, а также очистить фундамент и обследовать места, где находились разрушенные колокольня и алтарь церкви. Максим Дятов, Вячеслав Голиков, телеканал Русский Север